Доброго вечера. Мы из Украины. Меня зовут Рауль. Вы дает проект Украина в огне. И конечно же перед началом нашего сюжета сразу поставьте лайк, сделайте перепосты, комментарии, потому что сюжет сегодняшний точно этого заслуживает. Наш сегодняшний выпуск мы начнем новостями с театра боевых действий. К сожалению, не обо всех героических победах российских богатырей мы узнаем вовремя. Но эта новость настолько прекрасна, что я готов устроить ретроспективный разбор боя. Оказывается, 28 февраля российские танкисты выстрелом из танка уничтожили сразу два вертолета ЗСУ. Но мы начнем по порядку. Итак, у нас практически каноничный интернациональный экипаж Великой России. Командир танка, этнический украинец, старший сержант Дмитрий Горбуз. Наводчик, этнический татарин, ефрейтор Артем Кабаев. И водитель-механик, рядовой, дагестанец, узбек, азербайджанец Тахир Урунов. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Сразу отмечу, что автор статьи хоть и проявил смелость в выборе фамилии и имен, но она недостаточно. Если с Горбузом это неплохо, то с Кабаевым нужно было идти до конца и остановиться на варианте Алин Кабаев или хотя бы Владимир. Дагестанцы я бы вообще заменил на рулона Обоева или ушата Помоева, боевых побратимов Рамзана Кадырова. Но это так, художественная деталь. Переходим к подвигу. 28 февраля экипаж российского танка под руководством старшего сержанта Дмитрия Горбуза попал под огонь трех украинских вертолетов. Детали. Экипаж быстро сориентировался в обстановке, стремительно совершил маневр и занял удобную огневую позицию. Точным огнем был подбит один из атакующих вертолетов. После попадания еще стреляющий вражеский вертолет начал падать. Неуправляемые снаряды, которыми велся огонь по колонне российских войск, попали во вторую вражескую боевую машину. И таким образом один танк одним выстрелом сбил сразу два вертолета. Вот такую вот историю нам рассказала российская пресса и добавила, что наши мальчики живы и здоровы. Но мне кажется, что это несколько категоричное заявление. Сразу замечу, это не первый случай, когда одним выстрелом было поражено сразу несколько целей. В военной истории хорошо известен кейс барона Мюнхгаузена, который зарядил свое ружье шомполом и с одного выстрела поразил сразу семь жирных куропаток, которые даже успели испечься от раскаленного шомпола. Но я был бы не до конца объективным, если бы не опубликовал мнение самих российских военных, которые считают, что убить семь куропаток шомполом гораздо более реалистично, чем танку поразить вертолет. Вот что пишет армейский вестник. Заглавие нашей статьи «Вертолет против танка» не совсем верное, поскольку фактически танк ничего вертолету противопоставить не может. Учения, проводимые в 80-х годах прошлого столетия, показывали соотношение потерь боевых вертолетов и бронетехники как одну к двадцати. И это до появления высокоточных ракет и ударных комплексов для штурмовых вертолетов. От себя добавлю, единственный удачный маневр, который может предпринять танковая колонна без прикрытия ПВО при встрече с тремя штурмовыми вертолетами, это телепортация или переход в статус боевого подводного судна. Этот маневр российские танкисты в Украине действительно великолепно освоили еще в феврале-марте этого года. И я очень сильно подозреваю, что если бы российский танк действительно встретился бы с тремя штурмовыми вертолетами, то от него остался бы котлован с мазутом, обгоревшими портянками и титановым барабаном стиральной машины «Самсунг». Другое дело, если вертолеты стоят на аэродроме без экипажей и боекомплекта. Здесь, разумеется, у российского танка будет некоторое преимущество. Судьбу вышеупомянутых танкистов мне выяснить не удалось. Но учитывая тот факт, что на данный момент наши войска уничтожили более 1400 танков Российской Федерации, думаю, они уже давно находятся в раю для солдат российской армии. Кстати, благодаря камерам наблюдения мы прекрасно знаем, что рай выглядит как небольшой супермаркет, где можно безнаказанно заниматься мародерством. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте из Российской Федерации. Если ранее МИД РФ был представлен только грустной лошадью Лавровым, который способен лишь угрожать и запугивать, то с этой недели у российской дипломатии появился свой, прямо скажем, медовый пряник. Тюменская актриса Лола Тейлор до грехопадения Любовь Бушуева. Все, что вы должны знать о Лоле, она снимается в фильмах про сантехников, телемастеров и полицейских с наручниками. А еще она за мир. Итак, мое обращение сейчас к Зеленскому. Зеленский, пожалуйста, брось оружие. Если ты это сделаешь, то я тебе дам. Потому что нет, не нужна эта, никому. Просто нужно сдаться, чтобы не страдали, так сказать, без них. А сейчас я хотел бы обратиться к нашему президенту. Хоть она и дает, не берите. На фоне Лаврова Лола это прекрасная Елена. Но, во-первых, у вас уже есть одна Елена. Во-вторых, мне кажется, что Лола это загримированный Рогозин. В-третьих, до видео с Лолой я никогда не знал, что существует такой жанр, как порнографические фильмы ужасов. Теперь знаю. И пока не знаю, как это развидеть вместе с Лавровым. У нас же украли деньги. 300 с лишним миллиардов евро. Просто взяли и украли. Друзья, сейчас минутка полезной информации для автовладельцев от наших партнеров. Сервиса онлайн-страхования Hotline Finance. С 1 июля начнут действовать нововведения в Украине по автострахованию. А именно, увеличится размер страховых сумм по ОСАГО до 160 тысяч гривен за ущерб имуществу и до 320 тысяч гривен за вред жизни и здоровью. И увеличатся выплаты по оформлению европротокола до 80 тысяч гривен на потерпевшего. Финансовая защита водителей усилится, но, скорее всего, стоимость страховки на авто тоже увеличится. Но если оформлять ОСАГО через сервис онлайн-страхования Hotline Finance, вы в любом случае экономите. Электронный полис ОСАГО на 10% дешевле бумажного. Кроме того, это безопасно и удобно, потому что не нужно никуда ехать. Оформление занимает 5 минут, а готовый полис придет вам на e-mail. Кто еще не пользовался, попробуйте. А с моим промокодом 2HP вы гарантированно также получите дополнительную скидку в 50 гривен. Промокод и ссылку вы найдете в описании под видео. А теперь давайте поговорим о более серьезных вещах. Например, о войне, мире и русской культуре. Я спокойно воспринимаю высказывания многих украинцев о неприятии российской культуры, от балета, литературы до самих россиян и конкретно русских, как титульной нации России. Действительно, есть ощущение, что никаких хороших русских и россиян не существует. Об этом говорят сами представители русской культуры. Вот что думает, например, известный русский пианист Андрей Гаврилов. Мы имеем дело с тотально сумасшедшими людьми. Что ж ты будешь делать? Дело в том, что я уже давно заметил то, что народы или нации, как их иначе называют, они точно так же болеют, как и индивидуальности. Мы имеем дело с совершенно сумасшедшим, народом буйно сумасшедшим. Русский народ, русскоязычное общество настолько деградировало интеллектуально, эстетически, культурно, психически, психологически, что ничего нельзя сейчас сделать до тех пор, пока русские не переживут катастрофу, подобную нацистской Германии. У русских поврежден интеллект, у русских повреждена психика, у русских отсутствует полностью культура. И сделать здесь что-нибудь невозможно до тех пор, пока не начнется новый эмпирический опыт. А новый эмпирический опыт может начаться только на гремычных развалинах, на пепле. И мы все обречены ждать той ситуации, когда все превратится в пепел. И начнется построение нового русского человека и русского мышления. Больше ничего. Нужно пепелище, чтобы рождались новые. И это то, о чем я вам говорю с самого начала войны. Без покаяния никакая новая лучшая Россия просто невозможна. А до этого покаяния еще ой как далеко. В этом меня в очередной раз убеждает Никита Михалков. Некогда гениальный актер и режиссер. 20 лет мы с лишним отползали от края пропасти. И дошли до того рубежа, когда или рождается новая Россия, или нет. Но нам отступать некуда. На самом деле Никита Сергеевич сейчас нам сказал про старую Россию. Путинскую империю. Которую действительно некуда отползать. Но всегда есть возможность провалиться в ад. Где ей самое место. Но есть проблема. Вероятность того, что Россия провалится в ад после этой войны, на данный момент невысока. Война закончится миром, который мы подпишем с представителями Российской Федерации. Я очень надеюсь, что это произойдет в результате освобождения всех наших территорий. И на максимально выгодных условиях именно для Украины. Но мы не можем допустить, чтобы после этого у наших границ оставалось огромное враждебное государство. С комплексом неполноценности, национального позора и жаждой реванша. Как сказал поэт Роберт Пен Уоррен. Нам придется сделать добро и зла. Потому что его больше не из чего делать. Да, нам придется делать хороших русских из плохих. Потому что других у нас нет. А еще нам надо быть прагматичными в то время, когда романтики вокруг кричат «Жги, Господи, там некого спасать». Нам особо нечем сжечь. Каждый день мы теряем героев, количество которых, конечно, у каждой нации. По заявлениям представителей Министерства обороны Украины, мы пока получили лишь 10% оружия из необходимого. К чему я веду? Нет, нам не нужно сдаваться. И потеря 20% территории – это никакой не компромисс России. Нам нужно быть хитрее и прагматичнее. Например, не отменять русскую культуру, а брать из нее лучшее. Другое дело, что для этого надо научиться хотя бы отличать плохое от хорошего. Я реально плачу, когда читаю посты о бездарности Булгакова и Достоевского. Ребята, давайте напишем лучше. К тому же, в Украине уже давно никто не заставляет изучать российскую литературу. А если посмотреть на нашу молодежь, не заставляют учить никакую литературу. Не стоит идти по пути вандалов, если можно быть визионером. Теперь про россиян. Для тех, кто не знает, Невзорово – оппозиционный журналист, Кац – политик либерального толка, Покровский – певец, из группы «Ногу свело», а Гиркин – боевик и террорист. При том, что первых трех нельзя ставить в один ряд с третьим, а вклад последнего в победу Украины на информационном фронте трудно переоценить. Но начнем со снов. Как сказал знаменитый военачальник Карл фон Клаузовиц, война есть акт проявления силы с целью заставить противника подчиниться нашей воле. В ней участвуют население, вооруженные силы и государственное управление. Дальше практически прямая цитата. Среди этих сторон население является наиболее чувствительной стороной в смысле поддержки войны. Без общественной поддержки невозможно успешно вести войну. Чтобы располагать постоянной поддержкой населения, исключительно важно, чтобы общественность была хорошо информирована с тем, чтобы могла отличать правильное от неправильного. Правильное и неправильное в воюющей стране – это не всегда правда и неправда, а скорее правильное для победы или нет. Любую информацию из Украины россияне воспринимают предвзято. Это нормально. Даже Гитлер и его войска СС считали себя силами добра, которые несли доброе, вечное и немножко крематориев для покоренных народов. Россияне тоже считают себя силами добра. В первые дни Блицкрига они верили, что войска РФ идут освободить слабоумных украинских крестьян и шахтеров от гнета националистов и найметов американского капитала. Может вы не заметили, но на четвертый месяц войны их пропагандистская риторика изменилась. В Украине больше некого спасать. Нет никаких слабоумных крестьян и угнетенных шахтеров. Теперь все население Украины – это националисты, нацисты и нелюди. Именно поэтому российские войска теперь могут себе позволить стирать с лица земли целые города вместе с населением. Политика дегуманизации украинцев идет полным ходом. А не просыхающий от алкоголя Дмитрий Медведев, а это на секундочку заместитель главы безопасности Российской Федерации, просто сегодня задал вопрос. А кто сказал, что Украина будет существовать через два года? В такой ситуации не поддерживать и не использовать проукраинских россиян с аудиторией и просмотрами в десятки миллионов – это настоящий инфантилизм. Мне плевать, какие конечные цели преследует политик КАС в России. И правда ли, что певец Максим Покровский наполовину украинец и имеет право петь про то, что Украина – его вторая половина? Важно, что их смотрят миллионы россиян, и они видят в украинцах людей. Ведь то, что мы – люди – это аксиома для нас. Но поверьте, отнюдь не для россиян. Гиркин – это вообще отдельная история. Он убийца и террорист, и это факт. Рано или поздно его будут судить, и он понесет наказание за сбитый малазийский Боинг и смерти сотен мирных людей. Но сегодня его рассказы россиянам о том, что на фронте все пропало, и войска РФ терпят сокрушительное поражение, и несут ужасающие потери – это бесценно. На месте украинской разведки я бы приставил к нему охрану, финансировал бы его поездки по России и снабжал разведывательной информацией о реальных потерях России в войне с Украиной. И еще, если плач Гиркина на ТикТоке радует миллионы украинцев, то представьте, как это расстраивает россиян. В популярности Гиркина по обе стороны фронта нет ничего феноменального, кстати. Когда тебя хвалит друг – это нормально. Часто тебя хвалят, чтобы поддержать. Но когда тебя хвалит твой непримиримый враг – это признание твоей силы и умения. Именно поэтому нам всем так понравилось вчерашнее выступление Арнольда Шварценеггера. Те, кто не видел – welcome. ...to combat climate change. So, ladies and gentlemen, please welcome my good friend, the legendary Арнольд Шварценеггер. I mean, just look at the tragedy of Ukraine. We are all horrified by the images that we see in the news every night. But let's be honest. Let's be honest with ourselves here. The 1,300 missiles that Russia launched in the Ukraine cities during the first two months of the war cost 7.7 billion euros. Now, that's a lot. But during that same time, Europe sent to Russia 44 billion euros for fuel. So, of course, the Russians are upset that they're losing all their soldiers and they're losing so many of their equipment and the tanks and the planes and all of this stuff. But they're saying, hey, at least we don't have to pay for this war. The Europeans are sending us the money. They're paying for the war. No matter how you look at it, we have blood on our hands because we are financing the war. We have to stop lying to ourselves. Right now, we have all the technology we need to leave fossil fuels in the past. We owe it to the Ukrainian children growing up in bomb shelters. We owe it to ourselves. We must do whatever it takes to eliminate our addiction to fossil fuels. We must be part of the solution, not part of the problem. Failure is no option here. Почему видео Арнольда вызвало такой резонанс? Не буду опровергать ложь Гиркина и не потребую от Покровского тест на ДНК. Что он полуэльф? Можно я сначала разберусь с солдатом РФ? И еще, прямо сейчас в мире происходит 30 глобальных конфликтов. 30! И нам крупно повезло, что Украина это не только часть Европы, но и очень большая страна с населением в 35 миллионов. И это одна из немногих войн, которая может перерасти в ядерную. Тем не менее, наша война уникальна, особенно и очень личная только для нас и наших соседей. Сирийцам плевать на наших гибнущих детей, как и нам на их. Я помню, как на Фейсбуке люди реагировали на мою публикацию, что нам надо заселить Донбасс сирийцами. Оооо, сколько там было интересных комментариев достойных Соловьева и Симоньян. Таковы люди, таково человечество, таковы мы. Да, наше дело правое. Да, нападение России не имеет никаких оправданий. Да, российские войска совершают преступления в Украине. Да, Запад и Россия обманом выманили у нас ядерное оружие. Но по большому счету, это все наши проблемы. В Вене в кафе возле оперного по-прежнему продают тортик захер и ароматный кофе. В Мюнхене вайсбир и сосиски с бретцелем. На Лазурном берегу Франции устрица и шампанское. В Лос-Анджелесе все окей с гамбургерами из бизона. В Африке, конечно, будет плохо без нашего зерна. Но в Африке всегда находится причина, почему там плохо. Я не думаю, что сегодня НАТО, глядя на потуги армии России в Украине, боится Россию. Бретцель и устрицы в полной безопасности. Но могут подорожать. И в этом вопросе Европа с нами. Еще раз повторюсь, мы должны быть прагматичными. Давайте найдем взрослую, красивую, ухоженную украинскую женщину с хорошим французским. Пусть она звонит Мануэлю Макрону и разговаривает с ним часами. Давайте предоставим мужику выбор. Слушать бред Путина или нашего офицера по связям с французской общественностью. Если Шольц любит слушать сказки про газовые реки и нефтяные берега для немецкой экономики, у нас есть Арестович, Кобалев и Ветренко. Братья Гримм на их фоне – это документалисты. Давайте помогать россиянам, которые считают, что путинская Россия должна быть разрушена. Не любить россиян. Но помогать россиянам разрушать вот ту Россию. Исход любой войны зависит не только от ресурсов, мотивированного населения, логистики и удачи, но и от того, как быстро мы можем адаптироваться к ситуации и эффективно противостоять новым угрозам. Как описано в первой книге по ветхозаветным боевым искусствам, Давид был умным, юрким и использовал нестандартную технику боя для борьбы с огромным и мощным голиафом. Короче, читаем классику. Но наш сегодняшний выпуск мы закончим на позитиве. Китай заявил, что, возможно, получил сигнал от внеземной цивилизации. Я совсем недавно шутил, что мое поколение застало развал Совка, пережила аварию на ЧАЭС, нищету 90-х, аннексию Крыма, начало войны с РФ в 2014-м, несколько кризисов экономических, ковид и полномасштабное вторжение России в 2022-м году. И единственное, чего нам не хватало, это вторжение инопланетян. И вот, пожалуйста. Впрочем, я сохраняю оптимизм. Ведь существует лишь три варианта развития событий. К нам летят чужие, и всему человечеству впервые придется объединиться против общего врага, потому что все люди одинаковы, даже если один черный, второй белый, а третий россиянин. Но, конечно же, там будут свои предатели, как мэр Херсона Сальдо, которые готовы сотрудничать хоть с чужими, хоть с хищниками, потому что всегда есть люди, которым все равно Комуса Сальдо. Но я верю в человечество. Вариант номер два. Это возвращаются хозяева планеты, которые узнали, что обезьяны без присмотра натворили на планете делов, и пора навести порядок. А мы так и натворили. И, наконец, вариант номер три. К нам летит бог из машины, который подарит всем вечную молодость и вечную жизнь, а также вылечит от геморроя, облысения, ожирения и поможет женщинам вырастить сиськи любого размера естественным путем. Разумеется, если инопланетяне не смогут выговорить слово «поляныца», это будет зрада. Но я лично переживу. Ну и, как вы поняли, я за внешнее управление со стороны просвещенной космической монархии. Если, конечно, сдержать слово про облысение и ожирение. Вы смотрели проект «Украина в огне», с вами был Врауль. Помните про то, что Российскую Федерацию будет сруйнована. Слава Украине! А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовились нападения. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, четыре позиции. Экстерминация! Экстерминация!